Кубка Мира В Рио-Джанейро состоялся коммерческий турнир по скалолазанию в дисциплине «Скорость». Тюменец Владислав Деулин занял второе место. Он вполне мог рассчитывать на золото, но допустил срыв в финальном забеге с украинцем Константином Павленко. Тройку лучших замкнул бразилец Лука Масседо. Победительницей в женской части соревнований стала Елизавета Иванова. Из Свердловской области в бразильском турнире также принимали участие титулованные тюменские скалолазы Станислав Кокорин и Мария Красавина. В Челябинске состоялось первенство Уральского федерального округа по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет. Ближе всех к наградам подобрался табаляк Антон Благонравов, выступавший на дистанции 60 метров с барьерами. Он пробился в финал, где с результатом 8,74 секунды занял четвертое место. На 0,15 секунды его опередил Данил Лужбин из Екатеринбурга, получивший бронзу. А победу одержал представитель Нижнего Тагила Василий Казьянчук. Другой легкоатлет из Тобольска Сергей Кашкаров достойно выступил в беге на 200 метров. Ему удалось стать шестым среди 88 участников. Время сибиряка 23,74 секунды. А первенствовал на этом отрезке Егор Колотилов. Из Екатеринбурга у девушек в спринте на 60 метров состязались 93 спортсменки. В острой конкуренции девятая оказалась тюменка Ирина Нуриева. Ее результат 8,05 секунды. Победительницей первенства УРФО в этом виде стала Полина Уточкина из Златоуста. На Габорье 8 место заняла Юлия Черкасова из Тюмени. В Германии прошел первый после многодневки Турдыски этап Кубка Планеты по лыжным гонкам. Почти все топовые атлеты его пропустили, восстанавливая силы. Сборная России исключением не стала. Из лидеров национальной команды там выступил лишь тюменец Глеб Ретивых. На него и делалась ставка, но в индивидуальном спринте сибиряк финал не пробился, показав седьмое время. И все же без медали с мирового этапа сибиряк уезжать не стал. В командном спринте коньком он взял бронзу в паре с питерским лыжником Андреем Красновым. На последнем этапе Ретивых на финише буквально вырвал победу норвежцев. Победил французский дуэт Рино Жей и Люкаша Нова. Второе место заняли шведы Маркус Грате и Йохан Хакстрюм. Мне кажется, Глеб Панетчу позицию занял, он бы мог и оборвать конкурентов своих. После начала финишировать, ему не хватило коридора. Чисто тактически проиграл, мне кажется. А по силам он мог обыграть их всех. Программа Кубка мира по лыжным гонкам продолжится 18 и 19 января в Чешском новое место. В Саранске состоялись матчи первого раунда открытого зимнего чемпионата Мордовии по теннису. Седьмой ракеткой женского турнира является Анна Малюгина из Тюмени. Дебютный матч проверкой на прочность для сибирячки не стал. Она без особых проблем выключила из борьбы за трофей Элину Сунгатулину из Альметьевска. 6-2, 6-1. Во втором круге Малюгина сыграет с Алиной Клюшниковой, представляющей Нижний Новгород. Победители чемпионата определятся в субботу. По футбольным мотивам прошла очередная встреча Тюменского легиона в рамках чемпионата МХЛ. Сибиряки принимали стальных лесов из Магнитогорска и постарались максимально строго сыграть в обороне. Такую тактику тренеры избрали из-за последних результатов команды. В частности, подопечные Владимира Гусева пропустили 8 шайб в предыдущей домашней встрече от уфимского толпара. Пусть и лидера конференции, но все же команды, с которой играть можно и нужно. Начали понимать, что надо играть по строже с такими командами, как толпар, авто, Магнитогорск. Команды играют в хоккей, быстрый хоккей, быстрый пас, хорошо держат шайбу. Надо просто с ними плотнее играть, и ребята вроде поняли. Ну, конечно, не все получалось, там опять 8% игры в нашей зоне было, но будем делать выводы и идти дальше. При этом, несмотря на свои редкие рейды на чужую половину, моменты для взятия ворот тюменцы создавали реальные. Несколько раз форвардам даже удавалось оказаться с глазу на глаз с Магнитогорским вратарем. Но протолкнуть шайбу за его спину так и не удалось. В матче вообще случился только один гол. Нападающий гостей Андрей Олейников практически занес хоккейный снаряд в ворота. Честно, очень все равно печальная картина. Я травяно скажу, команда инициативой все равно соперников владела больше, чем мы. Ну, сегодня у нас вратарь здорово нас в игре держал до последнего. Там, конечно, гол пропустили, но выиграл опять же сильнейший. Ну, сейчас в данный момент мы встречались с этой командой с Лисами, когда там играли у них дома. Помню, разгромное поражение потерпели 0-9. Ну, у них там ребята маленько другие играли, состав чуть-чуть другой был, которые сейчас ребята в ХЛ уже играют и в высшей лиге. А здесь более молодая, равная команда, такая же по возрасту, я посмотрел, такая же, как мы. Ну, к сожалению, мы опять не забиваем голову. За пару минут до сирены сибирикам удалось перевести шайбу в зону соперника и заменить Алексея Щетилина на полевого игрока. Увы, все их усилия оказались тщетными. 0-1. 0-1. 0-1. 0-1. 0-1. 0-1.